Привет! Ты на канале Alice Island Club. Вы так давно просили сделать видео по пиратам, поэтому мы... Поехали! What's your purpose in Port Royal, Mr. Smith? С какой целью вы привели в королевский порт, Mr. Smith? And no lies. И не врите. What's your purpose in Port Royal, Mr. Smith? And no lies. Why then? I confess. Alright, I confess. Confess. Признаваться или сознаваться? Alright, I confess. Хорошо, я признаюсь. I intend to commandeer a ship, pick up a crew in Tortuga. I intend to commandeer a ship, pick up a crew in Tortuga. Intent. Намереваться. To commandeer. Конфисковать или реквизировать. Реквизация. Во время войны требования, предъявляемые военным начальством к местным властям о доставлении всего необходимого войску в неприятельской стране безвозмездно. В собственной взамен квитанции, впоследствии оплачиваемых казначейством. To commandeer a ship. Реквизировать корабль. Why then? I confess. It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew in Tortuga. Для тех, кто думает, что можно передать командира как украсть, вот вам пример из фильма, где Джек говорит, что он будет реквизировать корабль, а не красть его. We're gonna steal the ship. That ship? Commandeer. We're gonna commandeer that ship. To pick up a crew in Tortuga. Crew – команда. А вот у фразового глагола pick up много значений. Думаю, в данном случае больше всего подходит забрать. Хотя мы и помним, что Джек будет набирать там команду, так что вопрос перевода остается спорным. Pick up a crew in Tortuga. Забрать команду с Tortuga. Или набрать людей на Tortuga. I intend to commandeer a ship, pick up a crew in Tortuga. Я собираюсь секвализировать корабль и собрать команду на Tortuga. It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew in Tortuga, raid, pillage, plunder, and otherwise pilfer my Weasley black guts out. Raid, pillage, plunder, and otherwise pilfer my Weasley black guts out. Raid – совершать набеги. Pillage – грабить или мародерство. Plunder – разорять или опустошать. And otherwise, а иначе. Pilfer my Weasley black guts out. Pilfer – воровать. Weasel – вилять. Если говорим о кишках, скорее всего скользкие. And otherwise pilfer my Weasley black guts out. Можно перевести это выражение литературно. А иначе можете выпудрить мои скользкие черные кишки наружу. Pilfer – наружу. Pilfer – да, крема. Pilfer – ухо-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Pilfer – тысчет чертей, я тоже хочу отправиться на Tortuga. Pilfer – принесите мне Рому. Pilfer – капитан, Ром закончился! Pilfer – упс! В общем, если вы хотите поддержать наш канал, то вы можете отправлять свои дублоны и пиастры на WebMoney, Яндекс, PayPal, а также приложение ВКонтакте или на Сбербанк. Мы будем вам очень признательны. Поражение, взятое из поговорки. Палками и камнями можно поломать мне кости, но слова мне более никогда не причинят. Из следующего эпизода вы знаете, как сказать «Мы квиты». Если хотите сделать комплимент девушке, учитесь. Поппет – крошка или милашка. А сейчас вы знаете, что нужно говорить, чтобы вас вытащили из тюрьмы. Если ты вытащишь меня отсюда, я swear. Я приведу тебя к черной жемчужине. Интересное выражение. Бонни используется как обращение к девушке. Красивая или обворожительная. Лесс – девушка или девочка. Бонни лесс – обворожительная девушка. Соглашение с пиратом – штука сомнительная. Соглашение с пиратом – соглашение, договор или договоренность. Как тебе такое соглашение? Хотя в официальном переводе звучит поинтереснее. Теперь вы знаете, что лесс – это девушка. А как сказать парень? Когда устал говорить всем, что ты не дурачок. Я не простой, я не простой, я не дурачок. Я не простой, Джек. Ты знал моего папа. Вы можете accept, что твой папа был пират, и хороший человек. Но вы не можете. Но пират в твоем крови, парень, так что ты должен уйти с этим. Дух пират, что у тебя в крови. Однажды тебе придется взглянуть правде в глаза. Есть действительно много вещей, которые мы заслуживаем и которые не заслуживаем в этой жизни. Заслуживать. А вы знаете, как сказать бунт на корабле? А как сказать высаживаться на необитаемом острове? В той ночи была мутинь. Они высадили Джека на необитаемом острове и оставили умирать. Они высадили Джека на необитаемом острове и оставили умирать. Я не знаю, как у нас это получилось, но мы все-таки сделали это видео. Поэтому ставь лайк. Подписывайся на канал. Зажимай на звоночек. То ли я с ВК и на Инстаграм. А мне пора. Спасибо за просмотр.